Мы вообще планировали как бы всю тему, касающуюся вовлечения Северной Кореи в войну в Украине, осветить и просто назвали антимир, хотя более широко хотели, так сказать, забросить. Не вот чтобы как-то попытаться вообще говоря через эту призму понять, а куда движется Россия в Азию или это ли первый шаг, когда уже иностранные войска, не какие-нибудь там натовцы, которым всю жизнь пугали, а вот именно северокорейские, именно эти войска появляются на территории России и большой вопрос, когда они оттуда уйдут, а может и появятся китайские войска, а может еще какие-нибудь. В общем, Россия становится Азией, переставая быть Европой. Это тоже такой, ну, как бы важная тема для нас, которую мы хотим затронуть, но в первой части все-таки хотели поговорить о вообще, собственно, ходе событий с вовлечением через договор о взаимной военной помощи Пхеньяна в войну с Украиной. Точно такой же, напомню, с Ираном сейчас заключается. И что это означает? Две ядерных державы, ну, подобное к подобному, что называется, нынешняя Россия в политическом смысле мало чем от Северной Кореи отличается, вот с точки зрения чисто признаков. А другие, как бы, особенности мы сейчас в расчет не берем. И вот происходит вот эта синергия, и это, безусловно, синергия двух этих подобных, двух подобий, это шаг к мировой войне, потому что больше, чем две страны в региональном конфликте, это уже, ну, определенная заявка на мировую войну. Ну, потому что, ну, что же, если в это вовлекать с той стороны Северной Кореи, не очень понятно, почему со стороны Украины не вовлекаются ее союзники с Запада. Вот это мы должны сейчас светить. Вообще говоря, поскольку это давно обсуждалось, начнем вот с чего, Санислав Александрович, но в любой последовательности на заявленные темы можешь отвечать. Можно ли было прогнозировать, что Москва обойдется без Северной Кореи? Чего здесь больше? Потребности в живой силе или некий ритуал, который необходим для того, чтобы новый театр военных действий определить уже в Юго-Восточной Азии? Ну, втягивая Северную Корею, ну, оставить это без последствий все равно не останется эта ситуация. Вот чем руководствуется Путин? Чтобы вот не проводить мобилизацию всеобщую и пополнить ряды, ну, хотя бы там на несколько десятков тысяч вот сейчас заткнуть дыры северокорейскими военнослужащими? Или все-таки это более стратегический, более далеко идущий план, который он реализовывает? Как ты это видишь? Во-первых, бояться мировой войны смысла нет, потому что она уже 10,5 лет как идет. Еще тогда, в марте 2014 года, я утверждал, что мировая война началась, потому что аннексия Крыма и заваруха на Донбассе означали принципиальный вызов миропорядка. Основной критерий мировой войны – это стоит ли вопрос о миропорядке или не стоит. Если стоит, то это мировая война в чистом виде. И потом, уже в 2022 году, после полномасштабного вторжения РФ в войск Украину, это стало совершенно очевидно, что избежать вовлечения других игроков невозможно. То есть, соответственно, западные игроки увлеклись на стороне Украины, пусть не как официальные участники войны, но официальный ИКНДР не увлекает сейчас войну, они же обувь все отрицают. И корейские военнослужащие окажутся на фронтах с военными билетами граждан РФ из ТВ, Бурятии и Якутии. Понятно, что это все до первого милиционера, что называется, но тем не менее официальная позиция будет выдерживаться в рамках любимого путинского принципа «нас там нет». Является ли это… Нет, это не ритуальный жест, а абсолютно продиктованный практическими потребностями Российской Федерации. Потому что, да, в живой силе сейчас возникла неодолимая острая и нерешаемая внутренними ресурсами РФ проблема, хотя о том, что она существует, мы с тобой говорили уже в двух-трех предыдущих выпусках. И что, если говорить о том, зачем и почему нужно было вторжение вооруженных сил Украины в Курскую область, которую раскритиковали многие политики и многие военные эксперты, такая весьма распространенная точка зрения сводилась к тому, что для защиты Донбасса Украины сил не хватает, какая тут Курская область. Но мы узнали о реальном положении дел в вооруженных силах РФ и о проблемах РФ во многом благодаря этому вторжению. Вот зачем оно было нужно и почему оно уже достигло определенных результатов, независимо от того, как будет развиваться ситуация дальше. Да, что Путин хочет избежать новой волны могилизации, а живой силы у него нет. То есть, значит, история с нарастающим валом контрактников, безусловно, фейк и блеф, что мы узнали пару месяцев назад. Но сейчас это уже дополнительно подтверждается потребностью в живой северокорейской силе. Причем не просто в живой силе, а, судя по всему, в такой хорошо подготовленной пехоте и даже спецназе. Но зависимость от КНДР возникла не сегодня, не из живой силы. Потому что, по разным данным, от третьей до половины снарядов, которые Россия использует на украинских фронтах, поставленной из КНДР. Эта ситуация уже существует года полтора. То есть, КНДР и так является мощным спонсором войны, и это показывает в том числе и слабость российского военно-промышленного комплекса. На этой неделе глава госкорпорации Ростехнологии Сергей Чемизов неожиданно заговорил о том, что РФ вынужден прекратить экспорт вооружений. Причем в разных аудиториях господин Чемизов огласил две прям расположенные версии, почему. Результат один и тот же, но причины разные. Причина Чемизова номер один, что все для фронта, все для победы, самим не хватает. Но самим очень сильно не хватает, раз в Северной Корее и Иран важные поставщики боеприпасов, включая баллистические ракеты и зенитно-ракетные комплексы. И давно не хватает. Видимо, просто сейчас все это обострилось, в том числе и борьба за кресло главы госкорпорации Ростехнологии, поэтому пришлось об этом говорить явно и публично. Другая альтернативная причина – высокая ключевая ставка Центробанка РФ. Которая достигла уже 21%, и поэтому предприятия военно-промышленного комплекса, принужденные производить вооружение в кредиты, брать для этого кредиты, просто экономически полетают в трубу. Это тоже новая постановка вопроса относительно для РФ, потому что что же, значит, работа в три смены тоже не получается? Говорили, что все завалено российским вооружением. Нет, не получается тоже. Это было фейком и блефом. Ну, мы-то понимали, что там что-то не так, но впервые это озвучивается большим околопутинским начальником явно и публично. И, кроме того, мы понимаем, что несмотря на весь серый импорт, параллельный ввоз в Россию под санкционных товаров, не хватает западных технологий и комплектующих, на которых во многом базируется российское военное производство, и эту проблему в целом решить никак невозможно. Поэтому, собственно, все это находится в глубоком цуксванке, и, разумеется, так или иначе, пусть, конечно, истощение российских ресурсов далеко не такое, как в Украине, но это подталкивает Путина к переговорам о прекращении огня по линии фронта, которые, вероятно, в ближайшее время возникнут. Здесь важна позиция Китая. С одной стороны, КНДР без санкций Китая не могла ничего такого предпринимать, во всяком случае, по игре в долгую. И китайские интересы тоже ясны. Китай торгует с Соединенными Штатами Америки по нескольким интересующим Пекин приоритетным вопросам. От сюжета вокруг Тайваня до... Для Китая важно, чтобы США никоим образом не признавали независимость Тайваня. И поэтому Китай, конечно, заинтересован в победе Камалы Харрис, но что при ней признания точно не будет. А вот что будет при труднопредсказуемом, экспансивном и волонтаристском Трампе, это еще бабушка на дое сказала. Бабушка – это, кстати, одно из прозвищ Вадима Владимировича Путина с определенного момента. И сегодня... Ну, потому что он очень часто рассказывает анекдот, что... Да, если бы хуй был у бабушки, она была бы дедушкой, да. Да, бабушка была бы дедушкой. Надо сказать, что этот анекдот ввел в публичный политический оборот генерал Александр Иванович Лебедь, но будучи генералом, а не полковником, он рассказывал ее более интеллигентно. Он говорил, что если бы у бабушки была борода, она была бы дедушкой. А Владимирович все-таки настаивает на своей более, так сказать, ниже поясной версии, как и положено человеку его, так сказать, культурного средства, культурного пласта. Он вообще любит такие фокусы и приколы. Это его эстетика. Поэтому если мы видим, что как, ну, словно госпитер Государственной Думы Володин рассуждает о том, что в туалетах в Европе демонтируют писсуары, то можно не сомневаться, что вот именно об этом хочет поговорить Владимир Владимирович Путин. Поэтому Володин... Вот более важной темы просто нет. Тем более, живя в Европе последние два с половиной года, благодаря Владимиру Владимировичу Путину, решившему у меня возможность жить на родине, я утверждаю, что никакие писсуары нигде не демонтируются. Но пусть они так думают, ради бога, нам-то что. Пусть им больше нечем будет заняться, чем писсуарами в Европе. Но поэтому, если Китай перекроет этот кран, то он и перекроется. Но Китай пока не перекрывает, поскольку, видимо, считает, что это рычаг давления на США. Но в то же время Китай не заинтересован в том, чтобы война расползала с дальше определенных пределов. И сегодня как Китай, так и Индия всячески бьют себя в грудь и говорят, что они удерживают всячески. И гарантируют, что РФ не применит ядерного оружия, даже тактического, даже очень локально. Поэтому, собственно, Китай нацелен на то, чтобы продвигать свою инициативу «Друзья мира» и тоже выходить на корейский сценарий регулирования. Все остальное – это пешки в этой игре. В том числе и КНДР, который, конечно, очень сильно зависим от Китая, и для которой, с учетом того, что КНДР давно живет в изоляции, да, я согласен, что РФ движется политически в направлении КНДР, но все-таки еще не достигла. Ну, мы говорим о, скажем, действительно, когда подобное к подобному. Дело в том, что если отмотать там… Просто хочу оговориться для зрителей, вот чтобы понимание у нас значительное украинское дизайнерное, оно не до конца может поймать вот это. То есть, если отмотать там на 5-7 лет, она тоже вроде как не была на Корею-то и ни разу не похожа с северной, да, но двигается динамика эта. Динамика, конечно, конечно. Ну, во всем случае, если, когда она станет полной блокадой интернета, создание фаерволла китайского образца, вот можно будет говорить о том, что уже почти приблизились. Я не раз рассказывал эту историю, но расскажу еще раз. Да простит мне та часть аудитории, которую я уже слышал, что в свое время мне предлагали, я в первом десятилетии 21 века занимался одним инвестиционным проектом, связанным с Южной Кореей. Это был проект высокоскоростной железной дороги по маршруту Пусам-Ротер-Дар. Он в итоге не состоялся, ну и по самым разным причинам, в том числе потому, что он никак не соответствовал коррупционным приоритетам российской правящей элиты, им было просто не нужно. Но тогда мне предлагали поехать и в Северную Корею, и я уклонился от этого лесного и любезного предложения, потому что я выяснил, что, ну, не надо было выяснять, мне сообщили официально, что, приехав в Северную Корею, я должен сдать все средства мобильной связи и получить их назад только при выезде, а там на месте меня будут постоянно сопровождать два местных ГБшника. Ну, это обычная практика. Только официально сопровождать два местных ГБшника, а так кто еще будет за мной наблюдать, это уже другой вопрос. Я решил, что это слишком экстремальное для меня приключение, и в КНДР не поехал. А сейчас КНДР становится всероссийской здравницей и центром цифрового детокса, потому что недорогой россиянин, приехав в Северную Корею, полностью уходит из интернета и может насхождаться отсутствием каких-либо токсичных, вредных и бесполезных новостей, что для психосоматического здоровья бывает часто немаловажно. Да, поэтому ОРФ, конечно, развивается в этом направлении. В чем еще важное содержательное, смысловое и психологическое единство Владимира Путина и Ким Чунына? В том, что они понимают, что ядерный шантаж – это достаточно эффективный способ воздействия на современный мир. То есть ты хочешь оставаться у власти навсегда, и у тебя есть ядерное оружие, то, может быть, ты останешься у власти навсегда. А если ты хочешь остаться у власти навсегда, но у тебя нет ядерного оружия, то шансы твои несколько ниже, как показывает судьба нескольких диктаторов в минувшие десятилетия. Поэтому, безусловно, это понимание, это общая цель очень и очень сплачивает. Вот, а теперь о США. Вот вопрос в следующем. Северная Корея, де-факто, даже глава Пентагона это подтвердила, привлечена в лице этих северокорейских военнослужащих не просто на территорию России в составе там нескольких тысяч военнослужащих, может, и больше уже сейчас, но и уже и в Курской области находится. Вопрос, какова реакция и какой ожидать реакции, во-первых, от, прежде всего, Соединенных Штатов Америки, ну, они в каком-то, в таком каком-то анимении находятся, равно как и НАТО, потому что то, что они, значит, говорят, вообще не напоминает даже ни разу, значит, Первый мир и вообще знаменитый там НАТО, союзников Украины, которые в другие времена по-другому бы повели себя, когда за 3-9 земель везут каких-то, значит, подневольных концлагерных военнослужащих, военнослужащих, чтобы убивать на другом конце света украинцев. И плюс второй дополнительный вопрос сюда же, а что будет, если к власти придет Трамп? Или придет Камала Харрис? Вот этот аспект привлечения Северной Кореи к войне в Украине, он как-то поменяет вообще стратегии, тактику нового руководства, новой администрации, которая будет хоть при Камале Харрис, хоть при Трампе. Вот вопрос. Действующая администрация до 5 ноября не будет делать ничего, что, в ее понимании, способствует эскалации. Для нее, разумеется, самое главное сейчас – это Ближний Восток, чтобы не было нового обмена ударами между Ираном и Израилем. Надо сказать, что израильский удар по Ирану не был сопряжен с человеческими жертвами и значительными разрушениями, но был, как мы понимаем, достаточно эффективным, поскольку, во-первых, были серьезно повреждены комплексы ПВО вокруг Тегерана и ядерных объектов Ирана. Говорят, повреждены заводы по производству шахедов и баллистических ракет. Повреждены заводы по производству твердого топлива для баллистических ракет и поражено оборудование китайского производства, поскольку, собственно, такого оборудования у Ирана нет. И заменить его, поэтому, соответственно, на скорую руку не получится. Надо везти из Китая – это непросто. И тоже Китай будет это разыгрывать, естественно, как карту взаимодействия с США, а не только с Ираном. Ну, разумеется. Ну, да, я думаю, что сейчас пока больше обмена ударами не будет, все остановилось, снова замерло все до рассвета, тем более, что тут позиции Ирана и Израиля не только по известному анекдоту про Рабиновича, которого спрашивают, какие у него разногласия с большевиками, только одно маленькое разночтение по земельному вопросу. Рабинович хочет, чтобы большевики лежали в земле, а большевики хотят, чтобы Рабинович лежал в земле. Но у Ирана и Израиля есть разночтение по американскому вопросу, поскольку Иран, конечно, очень хочет победы Камалы Харрис, рассчитывая, что демократической администрации удастся более или менее легко или легче договориться о новой ядерной сделке и снятии американских санкций и вообще евроатлантических санкций. А Биби Нитальяху, конечно, грезит возвращением Дональда Трампа, который был для него очень удобным партнером с 17 по 22 года и, собственно, отмодерировал соглашение Авраама. Это уже хочет и Саудовская Аравия, учитывая особые связи фактического правительства страны принца Мохаммеда бен Сальмана с семьей Трампа и с дядем Джаредом Кушнером. И приход Трампа может ускорить подписание соглашения Авраама уже расширение их распространения на Саудовскую Аравию, чего не хочет Джозеф Байден. И как нам сообщают разные источники, ну, совершенно открытые источники, в том числе и персонифицированный, типа сенатора Ленси Грэма, Байден хотел бы подписать, сам выступить модератором соглашения между Израилем и Саудовской Аравией, и чтобы оно было подписано до 21 января 2025 года. Инаугурация следующего президента и стала ключевым элементом байденитского наследия. Посмотрим, получится ли это. Это пока не выглядит реалистично. Хотя потому, что это соглашение может подписываться только в условиях возврата Израиля к концепции двух государств, для двух народов, которые сейчас заморожены, находятся в стадии глубокой заморозки. И я согласен, что рано или поздно палестинское государство придется создавать. Но для этого, для начала, нужно уточнить его концепцию, а главное, субъекта. В ситуации, когда ни наследники Ясера Арафата, ни тем более Хамас, этим субъектом быть больше не могут. А другого субъекта, других писателей, как был товарищ Сталин, у нас нет. Поэтому надо искать, как этих писателей, и вряд ли их удастся найти в ближайшие три месяца. Ну, если получится, я буду только аплодировать этому всеми ушами и хвостом. Поэтому в ситуации северной Кореи тоже до выборов ничего происходить не будет. После же выборов, я думаю, что демократическая администрация будет во многом действовать по инерции своего бесконечного тупика, то есть пролонгации замороженных конфликтов. То есть она будет поддерживать Украину, но до определенного предела. И сейчас, уже оглядываясь назад, мы понимаем, что задержки с американской помощью сыграли немалую роль в том, что РФ перехватила инициативу в войне, и вообще, что ситуация неблагоприятно складывается для Украины, как она сейчас и складывается. То есть не только внутренние проблемы Украины, мобилизационный кризис, но то, что демократическая администрация всегда совершала правильные шаги, ну, со значительным запозданием. Как известно, правильное решение, принятое не вовремя, это неправильное решение. Ну, да. Вот. И так, скорее всего, и будет. Потому что, в принципе, позиция глобального истаблишмента, представителем которого является Камала Харрис в широком смысле, да, состоит в том, что лучше передать крупные конфликты следующему поколению вместе с гигантскими долгами. В этом смысле Дональд Трамп, хотя у него нет никакого конкретного плана, разумеется, и он непредсказуем в самых разных вопросах. И если слушать его окружение в первую очередь кандидата в вице-президенте Джей Ди Венса, он будет предлагать Украине поступиться значительной частью территории ради мира. Но тем не менее, по крайней мере, он ставит вопрос о скорейшем мире. А это уже что-то такое, что заставит его действовать достаточно оперативно в ряде сюжетов, в отличие от демократической администрации склонно тянуть резину. Впрочем, посмотрим. Пока это выглядит именно так. Но мы до сих пор не знаем, каков будет результат 5 ноября. Потому что сейчас идет строго уже в ноздря в ноздрю. В общенациональном зачете по средним там разные социологические службы дают существенно разные результаты, но все в пределах стат погрешности. Поэтому качественно они не отличаются. Но усредненный результат победа 50-49 Камала Харрис по всей Америке и ровно там кажется 48 на 48 по колеблющимся штатам. Это значит, что ситуация может разрешиться в пользу любого из кандидатов в любую секунду. Следующий вопрос тогда касается ситуации с... Собственно говоря, как действовать Украине. Ситуация, когда против нее уже две ядерных державы. Ну, будем говорить как о состоявшемся факте в увлечении Северной Кореи в войну в Восточной Европе. Собственно, сначала в Курскую область. Я уверен, что это и на оккупированных территориях безусловно это произойдет. Две страны, обладающие ядерным оружием. То есть, если ничего не делать и как бы принимать ситуацию задолженное, ну, как бы неизбежное, фатальное, то Бог знает, до чего дойдет. А вот мы в одном из эфиров перед тем, как каскад заявлений пошел по поводу наличия ядерного оружия, Репки в Бильде написал, потом отреагировал Зеленский. Кто-то опровергал, кто-то подтверждал. Сам Зеленский процитировал себя же в разговоре с Трампом буквально вот в сентябре, когда был на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке о том, что, значит, выбор состоит у Украины либо НАТО, либо обладание ядерным оружием. Говорил отвлеченно об этом. Но многие это восприняли очень... Буквально даже сам Путин прокомментировал, заявил о том, что, ага, мы вот следим, мы понимаем, сейчас это для Украины достижимая вещь, но мы этого не позволим любыми путями. Ну, намек опять в сторону ядерной риторики и так далее. Как Украине можно защититься от двух ядерных держав, которые, будучи военными союзниками, уже вовлечены в войну против нее? Украины не возникает, поскольку ни РФ, ни КНР не собираются применять ядерное оружие. Мы знаем, они могут шантажировать ядерным оружием, это уже немало. Ниночку, но шантажируют они, КНР шантажируют уже десятилетиями, за счет чего режим Кимов и держится, а РФ в последние годы. Поэтому тут тоже нет нового качества. Другое дело, что Китай-Индия как бы является гарантами того, что этого не случится, и тем самым повышает существенно свой международный политический вес. И, кстати, здесь Дональд Трамп, опять же, который, я говорю, при всем моем неоднозначном отношении к этой политической фигуре, потому что я считаю, что его гипертрофированное эго и волюнтаризм это не то, что не носят, и что хорошо для демократических систем. Но в то же время ряд оценок его абсолютно верны, как, в смысле, цен на нефть, которые он обозначает как ключевой параметр и фактор войны, что, дескать, при низких ценах на нефть Путин воевать не станет, и это святая правда. Путин и не воевал. При низких ценах на нефть и был совершенно западником. Другое дело, что потом у него возник синдром отвергнутого любовника, он был крайне обижен Западом в лучших чувствах, потому и устроил мировую войну, но он бы не устроил ее при другой экономической ситуации, без спорта. Запад подпитал, в том числе экономически, эту войну очень серьезную. Себя самого, точно так же, как США подвоскормили Китаю со времен Никсона Киссин, и потом уже и во времена Билла Клинтона и так далее. И вот эта вся история с Тайванем, вот о чем это свидетельствует вообще отношение Запада к неурегулированным конфликтам? Тайвань самый красноречивый пример, что в деяниях глобальных элит формально слишком разошлось с фактическим. С одной стороны, США выперли сначала Тайвань из Совета Безопасности ООН и ввели туда Китай, чего могли и не делать. Потом, сейчас они признают Тайвань частью Китая, де юра, но не де факто. И вот такие расхождения между де юра и де факто, это уже стиль определенный. Как раз в случае Трампа это не совсем так. Трамп как раз стремится к тому, чтобы формально провести соответствие с фактическим, и это уже плюс. Точно так же, как помимо цен на нефть, он правильно обозначает ключевую проблему все-таки ядерного оружия. Вообще, Нобелевская премия в этом году, я хочу отметить, она имени Трампа. Потому что как минимум две Нобелевских премии, я не берусь оценивать физику, химию и биологию с медициной, хотя премия по физике была присуждена за нейросети, полностью соответствует главному глобальному тренду развития искусственного интеллекта, а биология с медициной все более разворачивается в сторону пролонгации жизни, всего, что с этим связано. Лонживити, что интересует и Вадим Ивановича Путина, и других диктаторов, но и людей вообще. Но премии по экономике точно имени Трампа, потому что сын турецко-подданного Дарена Аджем Углу и его два соавтора, они вот, собственно, это то, за что дали Нобелевку. Это книжка 2012 года, она издавалась и по-русски, и продавалась в книжных магазинах Г.Москвы еще 10 лет назад. По-английски она называется Why Nations Fail, а по-русски гораздо более длинно, почему одни страны богатые, а другие бедные. И там приводится буквально пример из Трампа еще изначально, что существует город, как Ценагалис он называется, если я что-то перепутал, прошу прощения, принципиально на концепцию моего выступления это не влияет, который, значит, находится в северной части города в США, а южной в Мексике. И вот северная часть процветает, а южной нет. Вот она, стена Трампа. Стена Трампа – это не просто физический объект, это определенный ментально-культурный барьер, который существует между идеалами первозданной Америки, которую олицетворяет Дональд Трамп при всем его цинизме, и, разумеется, и зачастую неискренности. Это Америка индоктринированных протестантов, которые создавали, и, так сказать, Америка плавильного котла огромного количества мигрантов чуждых этой первозданной Америки. То есть, мы с вами, вот нобелевские врачи сначала воспели стену Трампа, причем они же утверждают там, они приводят как позитивный пример колонизации США, Канаду и Австралию. Вот что, дескать, у этих стран все получилось, потому что европейские колонизаторы были сами заинтересованы в развитии территории. Но при этом забывают добавить нобелевские врачи, именно потому что это были индоктринированные протестанты, прибывшие из Европы с целью делать эти страны под себя. Конечно. В Африке, да, не было таких индоктринированных протестантов, которые хотели делать Африку под себя. Действительно хотели просто выкачивать ресурсы, в основном французы, потом немцы от счастья, англичане, кто угодно. Но не так все было. Соответственно, вторая, собственно, основная часть, которую все обсуждают, это о том, что те страны процветают и преуспевают, где сложились мощные инклюзивные политические институты. И здесь тоже эта тема, тема, связанная с трампизмом, потому что Трамп как раз олицетворение харизматической легитимности, в известной степени противостоящей мощным инклюзивным политическим институтам. А власть институтов, их примат, над всеми другими видами легитимности и власти, олицетворение как раз Камала Харрис. Поэтому здесь все вот на тему трампизма, де-факто, и, значит, кто придет в власти в Америке. С одной стороны, прав Трамп, исходя из позиций нобелевских вариантов. С другой стороны, он не прав, потому что он несет угрозы институтам, но это все о нем, как называлась известная советская книжка писателя Вилли Липатова, так же, как и нобелевская премия мира, которая присуждена Японскому Союзу выживших в ядерной бомбардировке России. Гасаки, потому что главная проблема сегодня мира – это ядерное оружие и варианты его использования слэш-неиспользования, о чем говорит и Трамп. Говоря всем, что, конечно, глобальное потепление – это офигительно, но гораздо интереснее тема ядерного оружия и надо ей заниматься в приоритетном порядке. Поэтому, в смысле обозначения Трампом приоритетов, он скорее прав, чем его уважаемые оппоненты, хотя мы, разумеется, не знаем, как все это будет выглядеть на практике, потому что, как классический джокер-шоумен, Трамп не знает, что он будет делать завтра. Он реагирует на ситуацию строго сегодня и строго в соответствии с характером интереса, который проявляет данная конкретная аудитория. Где-то он может выступать за запрет абортов, а через день в другую аудиторию уже нет. Больше того, еще он провернул достаточно тонкий политтехнологический ход, на который не все обратили внимание. Изданы мемуары его жены, Миланни Трамп, которая в целом апологетически, абсолютно подсеркнула к мужу. Там никаких проблем нет. Да, кстати, продавалось, когда в 2020 году он проиграл выборы, что она вот прям вот неделя за неделей она с ним разведется. Да, нет, ну, это скорее была перспектива в 2017 году. Она настолько не ожидала, что он выиграет выборы и настолько не хотела погружаться в политический истеблишмент, что долго не переезжала в Вашингтон из Нью-Йорка. Предлога того, что их сын Берон должен закончить школу в Нью-Йорке. Ну, в смысле, очередной год обучения в Нью-Йорке. А в 2020 году, ну, как уходить от проигравшего, это недостойно. А в победителя уходить, это норма. Значит, вот. И, так вот, Милане Трамп книжка, значит, там единственное, где фиксируется существенное расхождение с позицией мужа, это по теме абортах. Милане Трамп говорит, что она полностью за аборты. Значит, да. Это тот тонкий ход, что, вот, дескать, не бойтесь Трампа, его жена там, в крайнем случае, прописывается, и он и запретит аборт, и ничего страшного не случится. Я думаю, что Лене Трампа останется по абортам, а это один из ключевых вопросов предвыбранной повестки, на которых и пытается играть Камала Харрис в основном, это ее главное, потому что по вопросам экономики и миграции избиратели в целом больше доверяют Трампу, чем ей, но вопрос обортов ей, чем Трампу, что все-таки будет соблюдаться вот это решение Верховного Суда, решение Верховного Суда, отменившее предыдущее решение по делу Роу против Вейда, о том, что каждый штат будет сам останавливаться регламент абортов, но никого тотального запрета на аборты не будет, тем более, что в некоторых штатах, которые к этому шли, сейчас остается референдум, и, видимо, эти референдумы покажут, что большинство против запрета абортов. В общем, возвращаясь от абортов к мировой войне, я думаю, что позиция Трампа сегодня более реалистична и прагматична, если только она действительно будет такой, если он сможет конвертировать ее в какие-то конкретные политические планы. А непредсказуемость Трампа здесь играет негативную роль, мы не можем точно судить, как оно будет в случае его победы. Как раз с демократами все более предсказуемо, почему я считаю, Владимир Путин скорее заинтересован в победе Камалы Харрис. Во-первых, он считает, что это более слабый лидер, а в силу политических институтов он не очень верит. Ему легче иметь дело с более слабым лидером. А слабость Камалы Харрис как лидера проявляется достаточно ярко в ходе предвобранной кампании, из-за чего, собственно, Камала растратила то преимущество, которое было у нее пару месяцев назад. А с другой стороны, демократическая администрация это что-то предсказуемое, с чем Владимир Путин в условиях мировой войны уже сработался и сжился. А прям непредсказуемо. Для человека такого консервативного психотипа, как Путин, всякое предсказуемое, даже очень плохое, лучше непредсказуемого, пусть даже таящего в себе некие зерна и семена надежных. Тогда вот так поставим вопрос. Каковы долгосрочные последствия для русских? Появление северокорейских войск, стоящих за них, определенно, ну, такой провокации самого Пекина, да, посмотреть, чтобы к Пекину полезли и Соединенных Штатов, а других уговаривать отозвать северокорейцев, чтобы разменять на что-то. Ну, и с Ираном, о чем мы говорили. Есть ли здесь аспект, который превращает, вообще говоря, Россию из европейской ориентированной страны, ну, в таком, я бы сказал, цивилизационном смысле, окончательно уже в, собственно говоря, придаток Азии. Даже не Азию, а придаток Азии, потому что, ну, вторичность очевидная по отношению к Пекину, а Северная Корея выглядит как некий, вот, страна-разведчик по отношению к русским. Вот, смотрите, оказывается, можно и по военному соглашению и войска перевести. Вот сейчас их там, ну, тысячи, пять, десять, двенадцать, как прогнозируют, а может быть, сто тысяч, да, там, говорят, платят по две тысячи долларов за каждого из наслужащего месяца, ну, легко посчитать, при зарплате в Северной Корее от одного до трех долларов в месяц. Ну, понятно, что это не им пойдут деньги, а пойдут в казну, или там, точнее, лично в семье Кима, а в месяц это от десяти тысяч двадцать миллионов. А если было бы сто тысяч, ну, умножьте на десять раз, это значит двести миллионов в месяц. Ну, так нормально можно получить погоду-то, вообще говоря, под два с половиной миллиарда долларов, так, на секундочку, да, вот, то есть, интерес прямой, но, но, помимо всего, есть и некая стратегия, она, мне кажется, прорисована Китаем, а вот посмотрите, как будут присутствовать северокорейские войска, через какое-то время это могут быть китайские войска. И китайских войск я уверен, что там не будет. Вот мы это обсудим, вот как, как... Китай очень сдержан в таких вопросах, и он, он не собирается рисковать ничем, не, так сказать, на российской территории. Собственно, именно поэтому никого военного вторжения на РФ территорию точно не будет. Китай заинтересован. Это не нужно, они, они сами все это... Извините, что РФ была зависима в экономическом смысле от КНР и от зависимости нарастает в пространстве времени. В то же время Китай очень сдержанно относится к, опять же, к любой эскалации собственного конфликта с США. Именно поэтому китайские банки не проводят российские платежи, так сказать, и снижается удельный вес поставок, опять же, вот в рамках параллельного импорта всяких военных, комплектующих в Российскую Федерацию, что заставляет РФ активизировать другие направления. В частности, одним из таких направлений является Грузия и не случайно делается жесткая ставка на бензин и его Нишвили и его бесконечное сохранение у власти в этой стране. Здесь полное взаимопонимание альянс между Москвой и нынешними властями в Тбилиси. Нет, тут цивилизационный выбор в сторону Азии это декларация, за которой не стоит никакого реального содержания, поскольку цивилизационная и культурная страна и Россия остается европейской страной. Здесь, кстати, уже даже дедблогеры заметили по стопам недавно. Но власть определяет, какой она будет. Это не специальный выбор, это, так сказать, поиск партнеров, позволяющих преодолеть изоляцию со стороны евроатлантического мира, со стороны свободного мира. И эти партнеры, разумеется, обнаруживаются в разных регионах земли, хотя никто из них не будет, никто из-за партнерства с РФ не будет жертвовать своими жизненно важными интересами. Даже дедблогеры здесь заметили по фотографиям саммита Брикс в Казани, который был 22 по 24 октября, что действительно внешность, лицо Владимир Владимировича Путина становится все более монголоидным в результате косметологических процедур, что само по себе есть фактор разворота в сторону Азии. Еще один фактор разворота в сторону Азии стоит в том, что Путин все-таки опасается ударов американскими вооружениями, ну вообще евроатлантическими вооружениями по европейской территории, на РФ, по европейской части территории РФ, в этой ситуации самыми безопасными становятся регионы далеко за Уралом. И вот эта неожиданная ставка на опережащую развитие горного Алтая и резиденции Путина в горном Алтае далеко не случайно. Там безопасно. В любом случае туда никакие американские ракеты не долетят в случае чего. А это полностью не исключается, несмотря на всю, так сказать, опять же, увиливающую позицию Вашингтона по этому вопросу. Ну, ящики атакам в принципе не могут долететь, но если что-то будет развиваться, то даже, так сказать, вот когда говорили, что там резиденцию Бачаров-Ручей старые здания в Сочи снесли из-за того, что Путин боится украинских дронов, это не выглядит достоверно, поскольку дроны прекрасно долетают и до Валдая, и, в общем, куда угодно. Ее снесли просто потому, что там разворовали много денег, а надо разворовать еще на воссоздание этой резиденции, они почему не будут. Но вот Алтай это действительно с этой точки зрения безопасное место, там кроме Китая никто раздолбать его не может мощными вооружениями, а Китай вряд ли будет это делать. Но поэтому здесь базовая идея Владимира Путина вообще это одиночество, которое гарантирует безопасность. Вот Павел Валерьевич Дуров, основатель телеграммы, находящийся сейчас в жестком конфликте с матерью, своих трех детей, желающих отнять у него половину телеграммы, он сформулировал это так, жить надо одному, потому что, когда живешь другим человеком, становишься заложником его привычек. Путин мог сформулировать это так, страна должна быть одинокой, потому что любой альянс превращает тебя в заложника приоритетов других членов альянса. Ясно, что в любом Бриксе Россия не является старшим партнером. В Бриксе есть Китай, Индия и даже Бразилия, которые сегодня главнее и мощнее Российской Федерации. Поэтому углубление любого такого типа альянса, как это не смешно, оно не отвечает целям РФ, целям Путина точнее. Да, покрасоваться в Казани со всеми этими лидерами ему хочется, это как пиар-проект, но не усугублять связи и взаимозависимость на самом деле, потому что тогда РФ будет где-то, так сказать, как РПЦМП, пятая почестья в этом альянсе. Ей будет навязана, безусловно, воля более мощных игроков. Поэтому, поскольку одна из важных ролевых моделей Путина это Александр Ярославич Невский, Улис среди святых, как называл его Астольф Деквистин, то есть человек очень хитрый, который умел сидеть на всех стульях и пробежать между струйками, вот именно так воспринимает это Путин. Он будет пробегать между всеми струйками. Он будет обещать Западу, что Китай не сможет на него всегда опираться, а обещать Китаю ровно обратно и как-то так сохраняться и выживать в одиночестве, типа, вы меня не трогаете, а я не перехожу определенных черт, которые могут перейти благодаря наличию у меня красных черт и линий, которые есть у меня благодаря наличию у меня определенных ресурсов, в том числе унаследованных от великого советского прошлого. Мы уже 40 минут в эфире, у нас еще немного есть времени для того, чтобы обсудить остальные вопросы. Еще раз напоминаю, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте, это очень интересно будет послушать тем, кто внимательно следит за развитием ситуации на фронте. И вот как раз об этом вопрос. Можно ли сказать так, что привлечение северокорейского спецназа и обычной пехоты и так далее действительно может повлиять? Может, мы что-то не понимаем? Ведь выглядит так, что северокорейцы с их маломерным ростом, связанным с плохим питанием, с их, в общем, технологически отстал всей армии как таковой. Они все, кстати, обучение проходят в Китае. Впрочем, вся северокорейская армия, ну, офицерский состав, там, сержантский и так далее. В общем и целом, они в войнах-то не принимали участие тоже очень давно. То есть, эта подготовка ведется, ну, на сухую какую-то войну. Это немного, потому что, ну, тем не менее, они подготовлены лучше, чем российские контрактники, да? Но для русских... Почему они лучше подготовлены? Давай разберемся. Потому что, по крайней мере, они служили в армии в последний год, там находились. А сейчас же Корея мобилизовала, вернула из резервов миллион четыреста тысяч человек. Ну, заем. Сообщают, да, якобы для подготовки войны с Южной Кореей, тоже фактор психологического давления, разумеется, скорее, чем реальные планы, но тем не менее, в условиях мировой войны ни от чего нельзя быть застрахованным. Вчера то, что воспринимается как блеф и фактор давления, завтра становится реальным действием, как мы убедились нашему Ким Чуныну совершенно не жалко своих. Он может еще и еще подкинуть дровишек в топку, а у РФ действительно проблемы с мобилизацией. Сейчас же фактически опустеют лагеря, места лишения свободы, потому что сейчас уже любой заключенный, там, серийный убийца, любой, может отправиться легко, избежать уголовной ответственности, отправившись на войну на спецоперацию Z, но там начинают работать коррупционные факторы, которые никто не отменял. Поэтому ты можешь спокойно прибыть на фронтан, там, договорившись за сумму 5-10 тысяч долларов с командиром своим, не попадать на передовую, тем самым уменьшить риск гибели в обозримой перспективе. А если у тебя сумма денег на порядок больше, что нередко случается с серьезными преступниками, то ты вообще можешь сидеть с писарем где-нибудь... Ну, так и происходит. Мы это знаем. В гигантской областях и только изображать из себя бойца, как это делали адвокат Альман Пашаев, или там муж Елены Блиновской, вот всякие такие персонажи. Просто вот именно конкретно упомянутые именно сейчас персонажи, они публичные, поэтому сложно. Их узнают в лицо и показывают на них пальцем. А не публичным человеку гораздо проще, кто его там разберет, где он находится и ничего с ним происходит. Вот с корейцами этого не будет. Они отправятся туда, куда нужно, на смерть. В этом смысле для автохтонных россиян на 80% состоящих из русских. Это хорошее новое, значит, русских будет гибнуть меньше. А риск того, что они в какой-то момент просто будут сдаваться, да и все, ведь это же вариант свободы. Ты убежал, тебя Украина отправила, в отличие от россиян, которые все-таки жили при свободе достаточно долго, почти три десятилетия. Корейцы никогда при свободе не жили, они никогда не выходили из местного железного занавеса. Кроме того, я думаю, они получили приказ не сдаваться. Они в основном, в основной массе будут его выполнять. Таков же менталитет. Но это, получается, это сильно тогда осложнит такая мотивированная среда, военно сильно осложнит вооруженным силам Украины, в защиту территории, ну там, и в Курской области. Я думаю, что приоритетно корейцы будут использованы в Курской области, потому что всегда Путин мог сказать, что он не отправлял их на территорию Украины. Ну, а ты считаешь, что он не отправит их в конечном итоге в Запорожье, в Луганск? Это зависит от развития событий на фронтах. Путин же не стратег, а тактик. Сам факт, что он вынужден затыкать корейцами дыры, говорит о тяжелой ситуации в мобилизационной сфере в АРМ. В остальном Путин рассчитывает на то, что по инерции ситуация развивается в его пользу, но для того, чтобы предпринять главный хит сезона наступления на Запорожье, который планировался еще в 2022 году, он тогда был явно не до того, когда РФ отступала и сдавала изюмный Херсон. Для этого нужны значительные дополнительные людские ресурсы, и, возможно, Владимир Владимирович рассчитывает, что перемирие при качении огня по линии фронта будет достигнуто раньше, чем это придется сделать на практике. Ну, хорошо, а в контексте тогда мира и профанации, на мой взгляд, никаких мирных переговоров достигнутых не будет, но это мое личное мнение в обозримом даже перспективе, даже с учетом исхода выборов 5 ноября. Да, если придет Трамп, тут один разворот событий, но, в принципе, это тоже займет время. Почему? Потому что он обозначил еще раз эти условия. Если в канун саммита по формуле мира под Швейцарским, в Швейцарии, под Люцерном, он заявлял о трех предварительных условиях. Это, в частности, значит, обмен всех санкций, внеблоковый статус и освобождение территорий до административных районов четырех областей, Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой. то сейчас он вроде как опустил вопрос о санкциях, но внеблоковый статус приоритет. Четыре области тоже он их назвал. Это не так сложно. Во-первых, мы почему-то забываем, что Украина в этом году подписала двусторонние соглашения о гарантии безопасности. И надо как-то их активировать, просто надо заставить их работать. Иначе зачем... Ну, я думаю, что Путин совсем не дует, если предварительные условия этого внеблокового статуса, то сами переговоры приведут вот к этой самой демилитаризации, по которой эти обнулятся все гарантии, значит... Ну, просто, естественно, каковы условия мирных переговоров о полномасштабном мире, это другой вопрос. Возможно, к этому ничего не готово. Но прекращение огня по линии фронта возможно. Просто в силу исчерпания ресурсов борющихся цакств. А не в силу каких-то принципов. Но при условиях, при предварительных условиях, которые Путин назвал, я правильно понимаю? Значит, внеблоковый статус и четыре области отдать. Это условия полномасштабного мира. Путин тогда говорил, что он вообще не хочет прекращения огня, поскольку это будет использовано для перевооружения Украины, а хочет один раз договориться о мире навсегда. И вот если договориться о мире навсегда, тогда эти условия он выдвигает. Но, во-первых, он может часть из них отозвать обратно. Мы видим, что и Украина уже, так сказать, смягчает свои условия. В частности, Андрей Ямарк в интервью руководитель Офиса президента в интервью Курьера-де-Ла-Сера только что сказала о границах не 1991-го, а 2022-го. Ясно, что это движение идет с обеих сторон. Я говорю, что тут вопрос не в том, кто что в себе думает и фантазирует, вопрос в том, какие ресурсы есть у обеих сторон для того, чтобы продолжать боевые действия нынешней интенсивности. На мой взгляд, эти ресурсы не только нам, а эти ресурсы весьма ограничены, особенно с украинской стороны, но и с российской тоже. А значит, предпрекращение огня вероятно не загорает. Это может выглядеть как пауза в связи с неподписанной, несогласованной просто паузой в боевых действиях. Это очень специфическая цель Владимира Путина. Это де-факто сделать Украину страной сателлитом МРС. Ну, конечно. Конечно, и поглотить тем самым. Ну, не поглотить формально, а реализовать нынешний грузинский сценарий. Вот это. И он считает, что если это удалось в Грузии, всего 15 лет назад считалось, что это невозможно, а сейчас это стало вполне возможно и реализовано на практике, то почему спрашивают почему не найти украинского Иванишвили и в ближайшие годы не привести его к власти и решить закрыть тем самым вопрос навсегда. И он будет этого добиваться так или иначе. Но это не противоречит тому, что прекращение огня в ближайшие месяцы возможно. Ну, посмотрим, так сказать, время покажет. Просто я повторяю, что предпосылок для этого нет, потому что, как минимум, ну, можно говорить о каких-то границах февраля 22 года. Это сложнее делать украинцев в стране, потому что есть общественное мнение и армия. А во-вторых, там второе условие гораздо более чувствительное. Это вопрос суверенитета Украины, потому что, ну, никто не дурак, все понимают, что отказавшись от внеблокового статуса, ну, как бы это шаг в сторону умаления суверенитета однозначно, и все понимают конечную цель Москвы. Отказавшись не от внеблокового статуса, ты оговорился по Фрейду, а от вступления в НАТО. Да, отказавшись от вступления в НАТО. Но вступления в НАТО, потому что НАТО тоже, как и ООН, в меньшей степени, чем ООН, но тоже во многом альянс вчерашнего дня, и он ни разу не доказал свою эффективность в оборонительных действиях. Его силы используются в основном для локальных наступательных войн. Еще ни разу мы не видели, как применялась быстр-пятая статья. Она применялась один-единственный раз. Было объявлено ее применение в сентябре 2001 года во время атаки террористов на башню в Нью-Йорке, но тогда я не вспоминялась как полномасштабная война, действительно угрожающая Западу обрушением чего-нибудь и взятием западных столиц враждебными войсками. Сейчас ситуация совершенно другая. И поэтому вполне возможно, что можно найти формы обеспечения безопасности Украины и без НАТО. Приходилось, что в Стамбульские соглашения, отвергнутые в 2022 году, они, естественно, предполагали ровно обратно, что Украина должна отказаться де-факто от своей армии и полностью стать заложником Российской Федерации. В смысле безопасности. Вот этот сценарий для Украины очевидно неприемлем. Но он же говорил, Путин отсылку делал, что нужно опять отталкиваться от Стамбульских. Ну, разумеется, но тут же, так сказать, тут и вот возникает пространство длительного обсуждения, которое все же возможно будет вестись в условиях прекращения огня, потому что жертвы разрушения каждый день это тоже важный фактор происходящих событий, чтобы, как бы мы не спекулировали относительно концептуального формата тех или иных потенциальных договоренностей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok